Сегодня готовность города к новому отопительному сезону проверил вице-губернатор Сергей Шаль. Он проинспектировал несколько котельных, узнал о проблемах и увидел проводимые в МИАСе работы. В сопровождении руководителей администрации округа он побывал и в котельной на площади революции. Здесь растут долги населения. 30% потребителей не платят за тепло. Из-за этого растет долг обслуживающей организации перед поставщиком энергоресурсов. Основная проблема, которая сейчас есть, это здесь низкая платежная дисциплина потребителей, которые не оплачивают. То есть, если здесь всего 70% потребителей платят, 30% каждый год, через три года это годовое потребление. А чудес не бывает. Если не платит конечный потребитель, то в итоге, значит, владелец котельной не может оплатить газ. И понятно, что сегодня еще как-то они выкручиваются, а через год это может привести в том числе и к тому, что потребители полностью лишатся тепла. Поэтому вот этот вопрос нужно решать. Нужно повышать платежную дисциплину, нужно работать, вести развитие на работу. Есть проблема у людей не во всех домах, есть горячее водоснабжение. Ну, потому что изначально проектом не были предусмотрены теплообменники для водоподготовки. Но такую задачу мы сейчас обсудили, значит, с Саниславом Валерьевичем. Город, я думаю, поможет в установке теплообменников и к следующему отопительному сезону в том числе будет и горячая вода. Глава администрации Станислав Третьяков рассказывает, что администрация готова взять на себя часть расходов по установке теплообменников. Благодаря этому в нескольких многоэтажках на площади Революции в Старгороде горячая вода в кранах будет и летом. Тем более, что в перспективе этот район еще будет расти и развиваться. Та платежная дисциплина, которая у нас в городе реально повышается, доходит уже, там, сколько, 92,8 по сбору. Эти дома тоже подтянем. То есть, в любом случае, они деньги получат. А по сетям проектирование сделаем. Дальше, вот здесь вот уже, ну, может быть, будем вращаться за помощью в плане того, чтобы строить сети. У нас здесь на перспективу планировался просто детский сад. Участок уже передан в область на этой же площадке. И еще два много квартирных дома. Редактор субтитров А.Семкин